Добрый день всем, дорогие друзья, любители шахмат на Ческом.ру. С вами говорит гроссмейстер Алексей Ермолинский. Продолжаю записывать ролики с партиями турнира претендентов. Вот ключевая партия шестого тура. Ян Непомнящий белое, Тин Лежень черное. Ну что можно сказать о том, в каком состоянии и настроении пришли шахматисты к этой партии? Ян, безусловно, был на подъеме. Играл весь турнир он очень хорошо. И только что одержал победу над товарищем Дина по китайской команде, китайским шахматам Ван Хао. Победил он его довольно убедительно. Это все уже, об этом я рассказывал, все это уже отражено. Записано в аналог. И вот вторая белая на подряд опять же против китайского гроссмейстера. И что, Тин Лежень, как у него было самочувствие? Ну, минус один. Ну, конечно, выправился он, проиграв первые две, победил Карлана. Но потом какие-то не совсем такие невнятные ничьи. В общем-то успех ему развить не удалось. И чувствовал, что по-прежнему игра у Тин Лежени, откровенно говоря, не шла. И вот решил Ян проверить его опять в испанской партии. Я уже говорил, комментируя партии Дина с предыдущей в этом турнире, особенно его поражение болезненное во втором туре от Вашьего Аграмма, что как-то Фортуна повернулась спиной к Дин Лежени. Он очень успешно играл черными эти позиции испанки. И, наверное, вот эта его беспроигрышная серия в основном была обязана тому, что он прекрасно черными держался. Да, часто выигрывал. Но вот как-то повернулось. Да, и неожиданно. Вроде бы в тех вариантах, которые он всегда играл и очень хорошо знает. Вдруг проблемы. Проблемы. Значит, Д3. Ну, понятное дело, что прямой контратаки Маршалла допущено не будет. Это уже ясно. И вот в этом варианте сыграно было А3. Ну, это знакомо нам. В общем-то, что-то похожее Вашьего Аграмма делал. Здесь позиция чуть другая. Здесь дело в том, что у черных слон не вышел на Б7. В принципе, слон идет на Б7, чтобы вынудить ход Д3. И там вот даже у черных иногда получаются варианты похожие на Маршалла. Вот то, что Дин делал против Грещука. Пару туров назад. Здесь ситуация, конечно, другая. Пешка на Д6 уже. Но зато слон не на Б7. И слон этот выйдет на поле Е6. А что делают белые? Они играют как будто бы дебют четырех коней. Но никаких новинок здесь нет. Все это встречалось и очень-очень много раз. Человек, который, наверное, проверяли здесь чаще, чем других, это Ливон Аранян. И в этой позиции Ливон не допускал размены на Ф6. Он ходил чаще всего к НД7. Кстати, можно еще конь Ж4 пойти. Это разницы никакой нет, поскольку белые слонов менять не собираются. И все равно уйдут слон Д2. И почему разницы нет? Потому что черные, наверное, все равно вернутся конем на Ф6. Так играть, скорее всего, нужно. Вы знаете, поскольку ведь белые... У белых план прямой. Они хотят использовать положение пешки на Б5. То есть им нужно пойти конь Д5. И потом они двинут или А4, или С4. Или оба хода. В том или ином порядке ходов. То есть, в принципе, не хотелось бы коня пускать на Д5. И поэтому конь Ф6. А конь Б6 я замечу, что ход неправильный. Поскольку белые с удовольствием играют слон Е3. И им только дай взять на Б6. Тогда на Д5 клетка будет уже постоянная. У черных не будет возможности С6. То есть, конь возвращается на Ф6. Так Ливон и играл. И, скажем, после водя Е1. Ну, я не знаю точно, что тут нужно делать. Нужно спросить кого-то поумнее, чем я. Или, по крайней мере, поопытнее. В структурах испанской партии. Я вообще Д4 ходил всю жизнь в основном. А черными играл сицилианскую. Поэтому ничего я тут не знаю. Ничего я тут не понимаю. Подумал только вот я о чем. Что если повторить партию, которую Ливон играл черными в Блиц. Где-то там против Али Резифера уже. То вот этот вот Маршалл. Ну, он какой-то все-таки пассивный. Но мне кажется, здесь у черных... Ну, наверное, контрыгра есть. Да? За пешку. Но в Блиц, да. У Ливона как-то срослался. Он даже эту партию выиграл. Но, объективно говоря, мне кажется, это недостаточно. Ну, мне кажется, здесь вот белым нужно было просто пойти в АДА1. Я уже не помню, что там Али Реза пошел. Но он почему-то допустил ход Б4. Этого делать не надо было. Но здесь... Ну, пускай черные доказывают анализами, что тут можно уравнять. Ну, пешки пока нет. Но Д5 ход необязательный. Ладненько. Но ведь Ян вообще по этому поводу особенно не волновался. Он своего противника знает. Дин Лежень. Он... У него свое мнение есть. О позициях, которые он играет. И обычно он повторяет то, что он делал. То, что уже ему... Ну, считает сильнейшим. И приносило ему успех. Поэтому вот этот ход Ферз Д7 следовало ожидать. И он и был сделан. Теперь. Немедленное взятие на Ф6. Конь Д5. И черные играют А5. Значит, это не новинка. Так уже сам Дин играл. И важная тоже партия была сыграна давным-давно. Давным-давно. Сейчас вы, наверное, подумаете, Кабабланко с кем-то играл. Или другой. Кто-то другой из моих там друзей-приятелей. Если не сказать, собутыльников. Да нет, нет. Нет. Это игралось в 2014 году. В 2014. Фиде Гран-при в Баку. Между Домигасом и Томашевским. Вот первый раз, когда я вот это вот увидел. Что, пожалуйста, берите на Ф6. Здесь вот белым темпа не хватает. Да, вот грозит взятие на Б4. Нужно защищаться. И тогда Томашевский после размены успел сыграть Ф5. А на коне А4 даже еще дальше двинулся Ф4. Здесь, разумеется, король черных слегка открыт. И нужно проявить аккуратность, бдительность. Но я думаю, что атаки реально у белых здесь нет. Поскольку они не могут включить свою ладьи в игру. И постепенно Томашевский уравнял. И, в общем-то, все закончилось хорошо. Максим бить не стал. И с самим же тем же самым Дин Леженем играл в этой позиции С4. Дин тогда, если я не ошибаюсь, отступил конь Е7. Ну, вот опять же, все это основано на том, что взятие на Е7 не опасно. И Максим вообще взял на Е7. И партия постепенно, там она уравнялась и пришла к ничейному исходу. И что же Ян? А Ян заготовил такую сногсшибательную, ну, новинку. Вообще, раньше вот новинка, я не знаю, какой-нибудь там вариант Найдорфа. Какие-нибудь анализы, там, я не знаю, Велимировича или еще кого-то, и какой-то такой вот страшный атакер применяет новинку. Но это могла быть сразу какая-то жертва там. А здесь вот такой тихий, спокойный ход Вадья Б2. Но на самом деле, эффективный ход. Понимаете, в чем дело? Вот белые немного выжидают, вот черные должны определить свой план. Хорошо, размен-то был сделан, а дальше что? Дин решил в этом положении, что конь Е7 играть рискованно. Поскольку белые теперь успевают сыграть конь А4 и предотвратить ход Ф5. Ну, понятно, да? То есть, там, можно даже конем взять, потом ФЖ4 решает. Пешка выигрывается. Черные, наверное, ответили бы Д5. Но всех проблем, возможно, это не решает. Поскольку все-таки остается слабоватый король. А самое главное, что если вот вы делаете какой-то посторонний ход, я, кстати, не знаю, как черными здесь играть. Ну, допустим, ладья А3. То белые успевают такое. Угрожают подъемом ладьи через Е3 и туда на А3, к пешке А7. Это довольно опасно. Если центр закроется ходом Д4, тогда белые Ф4 пойдут. В общем, это такая вот деталь, такой нюанс, который, очевидно, китайскому красмейстеру не понравился. И он отступил слоном на Д8. Значит, опять та же самая сказочка. Опять же, значит, день лежения отступает фигуре на восьмой ряд. Разъединяет свою ладьи. Откройте, пожалуйста, мой ролик про партию Вашьела Аграва против Дина во втором туре. Вы увидите. Очень-очень это похоже все. То есть то, что кажется, ну, ладно, это временно все. Я раскручусь тут. Два-три хода мне нужны. Этих ходов может вам не хватить. И он идет вперед. Конь Д4. Ну, мы с Володей Добровым понимали, конечно, зачем этот ход сделан. Но нужно как-то освободить пешка С. Возможность двинуться вперед, вытеснить коня с Д5. Но все-таки какое-то чувство неудовлетворенности. Чего? Язык заплетается. Неудовлетворенности. А у нас оставалось. Все-таки вот эта пешка на Д4 ограничивает черного свона. И уже как-то вот думалось, что если черные будут рассчитывать на контратаку на королевском фланге, то фигур-то у них маловато для этого. Чернопольный свон, разумеется, атакер еще тот из этого свона. Ограниченный пешкой Д4. В общем-то так партия и развивалась. Не то, чтобы мы какие-то там провидцы, не знаю вообще. Такие еще оракулы из нас. Но, тем не менее, осталось такое чувство, что все это как-то складывается в пользу белых. Ж3. Ход аккуратный. Рановато бить на Б5, поскольку не успевают белые воспрепятствовать ключевому ходу С6. У них проблемы по первому ряду. Мат можно получить. Хорошо. Ж3. Тогда так. Конь выгоняется. Конь выгоняется. Обратите внимание на Е2. Ну, разумеется. Идет атака на пешку Д4. Просто так ее отдавать нельзя. И защитить ходом С5 не получается. В общем, уже так получилось, что день движения сворачивать-то было некуда. Только двигаться вперед. Но ферзь Д4 нельзя, конечно. Слон Ф6. Ну, что вот можно сказать об этой позиции? Ну, если оптимистично на все это смотреть, то что черные? Ну, а что такого? Подумаешь, у меня сдвоенные пешки. Ведь мы методшпиль играем. Я ферзя оттеснил. Сейчас я пойду вперед. Ну, аж 5-й пошел. Буду создавать угрозу белому королю. Там защитников маловато. Конь какой-то на Е2 неуклюжий. На Д4 бить нельзя. Слон Ф6. А пешка Б, ну, пока она там придет. Это оно, конечно, так. Но нужно учесть, кто играет. Какими фигурами. Во-первых, для Яна. Ну, напугать Яна вообще угрозами против короля. Неконкретными такими. Ни у кого не получится. Он шахматист очень и очень конкретный. Считает тактику очень быстро. И в большинстве случаев очень аккуратно. Призраков не боится. В то же самое время Динг все-таки шахматист более фундаментальный. Вот такая вот стратегия, что, а, все, отдал весь. Сферзевый фланг. В данном случае проходная пешка у белых. И Эншпиля у меня все безнадежные. Но где-нибудь поставлю мат. Но это все-таки не его стиль игры. Разумеется, класс у него высокий. И на таком уровне шахматисты могут делать все за доской. Но, тем не менее, с точки зрения, мне кажется, психологической, все-таки это некомфортно было для китайского гроссмейстера. Обычно он в шахматы так не играет. Ну, что я могу здесь посоветовать? Мог бы посоветовать. Последний, наверное, момент был занять оборонительные рубежи. Не дать пешке продвинуться слишком далеко. Теперь можно ее даже атаковать. Всеми четырьмя фигурами. Она будет выиграна, кстати, эта пешка. Но, скорее всего, ценой размены ферзей. И вот возникает у нас окончание. Ну что, берем на Б6. Хотите подвигать? Давайте подвигаем. Значит, взяли-взяли. Взяли, ладья берет. Пешку защитили. Пешку потеряли. Вот так вот. Предстоит какой-то нудный, неприятный эшпаль. Можно, может быть, его свести в ничью. Но турнирное положение тоже, да? Минус один. Играя с чуваком, у которого плюс два. Ну вот, надо выигрывать все-таки, да? Не хотелось, конечно, китайцы уйти на эту позицию. Но он не пошел. Двинул свои вперед. И Ян тоже. Теперь, король Аш-1. Начинается, даже не знаю, но профилактика это уже трудно назвать. Уже все-таки какие-то угрозы нависали. Начинается очень правильная защитительная концепция. Очень экономичная, я бы сказал. На защиту надо отрядить коня. Фигура менее значительная. А ферз потом где-то в тактике подскочит. Пока самое главное это предотвратить, защитить поле Ф3. И предотвратить заход на Ж2 с матом. И двигаться в сторону Эншпиля. Ну, в Эншпиле уже было идти, наверное, совсем плохо. Тут ведь дело не только в том, что потеряется там пешка Д. Может, это даже было бы таким еще исходом для черных. Не самым неблагоприятным. Потеряется в Эншпиле пешка Аш-3. Это уже будет реально 3 на 2. А потом это окучивание этих пешек Д. Это будет следующая стадия. Играть со Сваном будет очень тяжело. Спортив коня. Конь фигура маневренная. А Сван ограничен своей же пешкой Д4. Поэтому, очевидно, Паранешпиль говорить уже поздно. А куда бы войти уходить ферзем? Ну, скажем, ферзь Ф5. Ну, тогда есть конь бьет Д4. Здесь тактика, которая, ну, безусловно, уж янута по плечу. Но не надо бить на Д5. Снова не надо бить на Д5. Там же будет сразу Сван Ф6. Конечно, нет. Шаг надо давать. Вот шаг дается. Пешка забирается. Коня отдали. Но теперь ладья Е2. Шикарный вариант. Мат грозит. Мат и будет поставлен. Даже здесь. Разменяли ладью. Еще один шаг с Х5. И провели пешку ферзя с шагом и с матом. Белый выиграл. Так черные не добрались до поля Ж2. В этом варианте. Поэтому ферзь Ж4. Ход ферзь БД5 был подвергнут критике. На основании тактического варианта, который найден был компьютерами. И потом озвучен всеми комментаторами вообще всего мира. Всего зарубежья. Не только ближнего, но еще и дальнего. Да еще и на разных языках. Это конечно все легко. Но увидеть это было очень трудно. Я бы сказал даже невозможно. Комментаторы. Ну что делать? Кто-то может и смотрит в компьютер. Но мы с Добровым не смотрели. И разумеется четыре партии идут одновременно. Ну если допустим могли остановиться и глубоко на что-то посмотреть. Ну что-то мы может быть и видели. Но нам конечно ход казался сильным. То есть еще ладья там это на А8. То есть у черных нет никаких отличий, связанных с ладьями НБ6. Вроде бы грамотно. Хотя с другой стороны мы этот ход видели. И тоже думали, что наверное здесь у белых выиграно. Ведь на Ф3 черный ферзь не попал. И в этой позиции белые могут сыграть так надежно. И подвести конька поближе. Ну что дальше забирать? Ну наверное надежнее всего забрать на А3. А уже потом там думать о том, что бить следующим. Ну у черных настолько открыт король, что невозможно представить. Что они создадут здесь хоть какую-либо контр-игру. Проигранно. Ну и ход ферзь бьет Д5 казался сильным. Но главное, что после води А5. Но здесь уже Ян сыграл настолько быстро. И тоже и Дин Лежей ответил быстро. Мы просто ничего не успели. Выяснилось уже впоследствии. Что в этом положении у белых по-прежнему было все очень хорошо. И нужно было сыграть Ф3. Теперь уже придется идти в Эншпиле. Ну небольшая потеря. То что пешка перешла на Ж4. Все равно. Если пешка встанет на Б7. Ее будет не забрать. Поэтому придется ходить так. Теперь сюда. Ну допустим там ладья Д6. Ну забирают. Опять же надо начать с Аш3. Обеспечить короля. Ну черным придется разменять одну ладью. Контр-игра. Возможности контр-игры будут очень ограничены. Незначительные. В белых все стоит прекрасно. Там конь на Ф4. И вся эта печечная фаланга потом пойдет вперед. Король выходит легко в центр. Наверное просто выиграно. Но Янта пошел быстро в Ф4. С6. Потому что он все посчитал. И здесь вот это было. Ну вот что компьютеры показали. Люди повторили. Бить надо было на Б6. Отдавать качество. Но здесь белым назад уже не вернуться. Опять же из-за слабости первого ряда. Нельзя же ходить в ладья Б2. Просто возьмут. Поэтому идем за слоном. И теперь делается такой удивительный ход. Угрожая Ферзе Е1. Защититься можно ходом ладья Ж1. Но он не такой-то хороший. Главное, что черные отняли поле Е4 у белого Ферзе. Здесь ладья Е2 грозит. На А3 не напасть. Поскольку нужно контролировать поле Ф3. В общем это все не помогает. Поэтому Яну здесь пришлось бы играть ладья Х8. Забирать эту пешку пока можно. Король выходит. Но теперь белые ничем не рискуют. Они могут сыграть Ферзе Ф1. Но и выиграть они не рискуют. Такую позицию выиграть будет нельзя. Я думаю даже и в Эншпале. Если взяли на Ф1 и пошли просто ладья Е2. А можно и Ферзе Ф3 дать шаг. У черных все отлично. Ну что делать? Почему День это не заметил? Почему это великий третий шахматист мира? Ведь у него и партии блестящие тактические. Есть в его послуженном списке. Прекрасные жертвы там в староиндейской. Да и много было партий. Наверное все таки вот такая слегка авантюрная игра. Не в его духе что ли. То есть где-то в глубине души он сам не верит. Ну вот какой-нибудь такой вы знаете. Они раньше назвали бы кафе Шантанной. А потом в моем поколении Садово-Парковый Шпиллер. Ну для него это как говорится в каждой партии так. Ну это же его хлеб насущный. Да что-то где-то подкрутил. Противник чуть зазевался. Но вот тактики и нашлось. Он морально готов к тому, чтобы найти эту тактику. Он играет быстро сам. Времени не тратит. То что у него поясница плохая он и без вас знает. Зато вот одна неточность и у него все сходит с рук. Такие шахматисты были, есть и будут. Но Дин же не принадлежит. Может быть по рангу уже так не полагается. Кто его знает. Не верил мне кажется Дин. Просто не верил он. Не верил. Раз не верил, так и не нашел. Пошел ладья Ц5. Здесь все конкретно замечательно. Конь же один. Ну заключительный ход вот этой вот защитительной концепции чудесной. И ничего тут не получается. Поскольку прекрасный ответ. Ферза 4 шах. Снимаю Ферзей с доски в последний момент. Перед тем, как черные поставили мат. Ну здесь просто сдался. Потому что ну что тут доигрывать после хода Ф3. Можно было сделать несколько ходов. Но здесь ну хоть так. Но все равно заберут эту пешку на Д4. Через там ход 2. А потом реализация не составит никакой трудности. Поскольку две здоровые пешки по линии Аш. Ну конь фигура ловкая. Это не то что слон. Белопольный. С чужим полем на Аш 8. Сдался. Правильно. Что делать. Партия проиграна. Ну что ж. Подводим итоги. Ян вышел на плюс 3. Но эта позиция нам казалась тогда уже. Я сказал после этой партии. Все. Ян выиграл турнир. Ну. Значит. Ошибся я. Очевидно почему. Во-первых. Еще была одна партия сыграна. А во-вторых. Турнир был прерван. Ладненько. Парадина. Ну. Ход минус 2. Конечно. Я думаю что лишил его всех шансов. Когда турнир возобновится. А я верю что он возобновится. Все таки. Ну это такое. На такую гору взбираться нужно. Объективно говоря. Даже для каких-то теоретических шансов. День движения придется набирать 6 из 7. Ну еще рановато об этом говорить. Я еще не отразил партию седьмого тура. Так что пока. Спасибо вам за внимание. Был с вами гроссмистр Алексей Ермолинский. И что ж. Ну. Еще несколько партий впереди.